Здравствуйте, мы находимся в студии Новороссия ТВ, и сегодня по пути правды поведу вас я, Екатерина Малова. Сегодня у нас в гостях министр образования Игорь Владимирович Костенок, и он ответит нам на все волнующие нас вопросы, нас и наших жителей, жителей нашего города. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый день, Екатерина. Спасибо вам огромное, что вы сегодня нашли для нас время и время ответить на наши вопросы. И для начала хотелось бы узнать, очень интересно людям, которые смотрят нашу программу, есть ли статистика по школам, вузам, много ли учеников, школьников, студентов приступило к обучению на сегодняшний день? Интересно то, что название программы по дороге правды, и мы надеемся, что именно та дорога правды, она приведет в храм знаний и в мир знаний. Это тот мир, который мы попытались открыть, первое число, мы открыли его, и по вашему вопросу хотелось бы сказать, отметить о том, что дошкольных заведений по состоянию на сегодня третье число, открыто 364 заведения, то есть открыли практически 67%. Если мы говорим по наполняемости, то 12 968 детей приступило к тому, что родители теперь уже спокойно могут идти на работу и оказывать свои профессиональные услуги нашему уже родившемуся государству. Если мы говорим о общеобразовательных школах, а это чаще всего именно праздник, знаний, праздник наших первоклашек, то по городу Донецку 146 школ открылось, по Донецкой Народной Республике открылось 414 школ, то есть это порядка 87% и очень приятная цифра то, что 73% по ДНР. А если мы говорим по городу Донецку, 96,8% детей приступило к самому для них приятному, и они сейчас осознают, что это действительно самое приятное времяпровождение, это быть в классе, быть со своими товарищами, быть со своими однокашниками. Если мы говорим по профессионально-техническим учреждениям, то открылось 53 профессионально-технические учреждения, то есть все 100% и 6976 учащихся приступило к занятиям, это 52%. Сколько именно вузов ДНР приступило к работе сейчас? Сегодня, если мы говорим о первом, третьем уровне аккредитации, это 44 вуза, из них только два вуза отложили до 6 числа в связи с обстрелами, не приступил только один. Если мы говорим о высших учебных заведениях третьего, четвертого уровня аккредитации, то приступили 8, не приступил один. И сейчас вот этот один институт, который раньше был Донецкий юридический институт, который очень сильно пострадал от обстрелов, сегодня мы будем как птицу Феникс потихоньку возраздать из пепла. И как он строился руками курсантов при своем организаторе Титаренко, так и сегодня новая инициативная группа очень активно работает. Они заявили, что они формируют Донбасскую юридическую академию, и Донбасская юридическая академия сама отстроится, и своими силами они сделают свое гнездо, где будет рождаться новая правоохранительная система ДНР. Как вообще зачисляют сейчас студентов, например, в России беженцев из Донбасса зачисляют бесплатно, без ступительных экзаменов, насколько мы знаем, насколько нам известно. Как будут зачислять студентов здесь? Как руководитель ведомства я хотел бы сказать, что вузы должны максимально пользоваться своей степенью свободы, которая им предоставлена. Это первый посыл. Второй посыл, почему мы не должны верить тем преподавателям, тем учителям, которые выставляли оценки учащимся 1-го, 10-го, 11-го класса. И исходя из этого посыла, в этом году мы во многих вузах организовали конкурс аттестатов, то есть дети поступали по аттестатам. Это наши коллеги, которые оценивали качество знаний выпускников. И доверяя нашим коллегам, потому что мы строим социально ориентированное государство, именно на доверие мы пошли на этот шаг, чтобы по аттестатам детвора была зачислена в стены высших учебных заведений. И вопрос следующий. Многие вузы работают еще до сих пор по программе Министерства образования Украины. И вот вопрос такой, по какой программе будет проходить обучение в вузах ДНР? Болезненный вопрос. Болезненный, потому что все преподаватели очень умные, образованные люди и не хотят допустить никаких системных ошибок. И все еще степень недоверия новому образованию под названием ДНР как бы перестраховывается, как бы чего не вышло. Ну это чисто украинская наша такая убежденность, что как бы чего не вышло. В результате сегодня уже на улице 3 октября обратного пути уже нет. Рубикон перейдет. В любом случае того государства, которое мы знали, любили, которое нас воспитало или сделало такими, какими мы есть, и уже нет, и уже никогда не будет. Соответственно, имеется новое распоряжение ДНР. Мы живем в новых государствах, в новых условиях. Стандарты. Во всем мире научные, учебные школы конкурируют. И российская школа образования считается лучшей в мире. Сегодня в процессе этой конкуренции объявлена финская школа образования лучшая. Но однако сразу же министр образования Финляндии заявляет, что стандарт, который мы взяли, это российский стандарт. Мы пошли тем же самым путем. Мы взяли и сегодня адаптируем российский государственный образовательный стандарт к нашим условиям. Ничего особо проблематичного в трансформации этих стандартов адаптации под наши условия ДНР практически нет. Таблицу умножения не нужно изобретать. Глобус как был, так он и будет. И по форме, и по содержанию. Физические законы, химические законы. Все остается. Где-то будет улучшение в плане восприятия. Потому что все-таки основной язык общения, это у нас русский язык общения. И как следствие воспринимать основные физические, химические термины значительно проще на русском языке. Соответственно, ответ русский стандарт, русский язык. Хорошо. А если мы берем сейчас с вами не школу, где все, казалось бы, стандартно, да? А если мы берем выпускников таких вузов, в которых изучают юриспруденцию, экономику, бухгалтерию. Такие достаточно сложные дисциплины, которые студенты проходили по программе обучения Министерства образования Украины. Скажите, пожалуйста, что делать этим людям, этим студентам, выпускникам? Как будет их обучение происходить? Как будет меняться программа? Но она действительно будет очень сильно отличаться от того, что было в украинском законодательстве, даже для тех же юристов будущих. Террина, насколько вы правы, вероятно, настолько и не очень в том плане, что руководствуясь японской логикой, можно, конечно, накормить рыбой человека, а можно его научить ловить эту рыбу. Дайте мне удочку. Стены высших учебных заведений, они как раз-то рассказывают и дают возможность получить именно этот инструментарий, эту удочку. А уже насколько вот эти принципы юриспруденции, какие были заложены в этой программе, и которые адаптированы в российскую систему юриспруденции, они, в принципе, одинаковые. Это все, в принципе, общечеловеческая мораль. И все. Да, адаптационный период все равно, конечно, будет. Вопросов нет. Но насколько они готовы адаптироваться, насколько они открыты к тому, чтобы трансформировать и эволюционировать, это уже зависит от того, насколько качественно в этих вузах, по тем специальностям, о которых вы говорили, преподаватели сумели показать, что эта наука, она и эти виды дисциплины, о которых вы сказали, насколько они мягкие, адаптивные, насколько они социализированные и способны ответить требованиям сегодняшнего дня. Это зависит, конечно, и от преподавателей в том числе. Может быть, даже в первую очередь. У нас талантливые преподаватели, и они сумеют объяснить о том, что законодательное поле Украины от нас пока не ушло, пока не принято новое законодательное поле, мы пользуемся старым, потому что вакуума быть не может. Следовательно, и на этот период эти знания будут востребованы. До сих пор в школах украинские учебники, до сих пор здесь нет такого четкого ответа, по каким же учебникам мы будем учиться. Нет ответа, у нас как раз четкий ответ, как раз-то есть, нет решения этого ответа. Решение следующее, то, что кардинальное решение, переход на государственные стандарты, образовательные стандарты Российской Федерации, вот это является ответом. Сегодня мы живем уже в очень информатизированном поле, в компьютеризированном поле, и все компьютеры, все эти программы выложены в общем доступе на сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации от первого класса до магистрских программ, которые я уже несколько раз призывал всем преподавателям, пока было лето, в августе, в сентябре, чтобы вы могли сейчас посмотреть эти программы, адаптировать и видоизменить их таким образом, чтобы в аудиторию вы вошли уже подготовленные. Детвора у нас сегодня очень техногенно, и они значительно быстрее находят все эти источники информации, и они с ними лучше работают. Здесь возникает только один нюанс, это то, что, ну это уже для детворы, для самых младших, или для тех самых тех людей, которые только пришли на первый курс, это научить их учиться, научиться получать знания. А уже инструменты, которые будут доступны для этих детей, это, пожалуйста, у каждого свой инструментарий. Кто-то ищет учебники, кто-то ищет уже готовый реферат, или готовую выпускную работу, кто-то ищет первоисточники, я имею в виду, откуда формировались эти учебники, которые можно тоже в электронном виде найти. Но я понимаю, что это слабая отговорка, особенно для молодых родителей, которые привели там первый, второй, третий, пятый класс своих детей. Учебники мы ожидаем. Российская Федерация как бы обещала помочь. Но пока мы это получим, мы понимаем, что технологически это очень тяжело. Мы вместе с коллективом Министерства образования и науки, мы обратились к общественным организациям, к фондам. Кстати, гуманитарный фонд Новороссии, который возглавляет Екатерина Убарева, они одни из первых откликнулись на эту просьбу. И смысл заключается в том, что обращение к детям России, чтобы они помогли те учебники, по которым они учились год назад, два, три, четыре, которые очень часто пылятся в надежде родителей, что кто-то к ней прикоснется, которые очень часто не воплощаются в жизнь, чтобы эти книги, которые были в использовании, чтобы туда учащийся там Кузбасса написал ребенку с горящего Донбасса. Я учился по такому-то, такому-то учебнику. Здесь было все интересно или не очень интересно. Я тебе желаю, чтобы ты жил в мире, и чтобы ты мог освоить все, что есть в этих учебниках. В этот учебник, и пожалуйста, чтобы мы получили вот эти первые капельки, капельки дадут, первый такой маленький ручеек, чтобы этот ручеек перерос в огромную информационную реку, чтобы мы получили эти учебники. И тогда мы решим эту задачу значительно проще. И тогда десятки тысяч гектаров леса не надо будет вырубывать для того, чтобы издать эти учебники, которые нужны. Но опять же, я повторюсь, на улице 2014 год. Компьютеризация практически повсеместная. Мы находимся в студии, где стоят новейшие аппараты. И мы говорим о бумажных носителях. Если посчитать стоимость учебников за три потока, 9, 10, 11 класс, и умножить их даже на себестоимость, то это будет стоимость равна тому планшету или тому компьютеру, куда можно залить полностью программное обеспечение эти курсы. И в этом случае мы перейдем на качественно иной механизм и контроля, и усвояемости, и индивидуальной работы с каждым пользователем. Тогда будет абсолютно даже другая система взаимодействия.